Забукважаемые коллеги, в вашем внимании представляется случай. Больная с 60 лет обратилась изначально по поводу распространенной формы заболевания рака левомолочной железы с метастазами в легкие лимфатические узлы средостения. У больной был зарегистрирован так называемый трижды позитивный рак молочной железы и сопутствующей патологии у нее сахарный диабет. Жалобы при поступлении достаточно яркие, характерные. И чем мы запомнили эту пациентку, что она стала прикладывать капустный лист. Эффекта она, безусловно, не получила. И в качестве первой линии ей была назначена классическая терапия тростозумаба в комбинации с децитокселом. Достаточно хороший эффект. Пусть даже стабилизация на самочувствие была очень хорошая в пациентке. Далее в связи с прогрессированием пациентке посчастливилось, она попала в протокол Эмилия, по поводу чего получила 24 линии монохимиотерапии с таблетированными препаратами капицитабина с лопотенибом. Переносимость была достаточно ощутимая для пациентки диарея, ладоноподошвенный синдром, астении. Так подпортили качество жизни пациентки. Безусловно, был относительный регресс. И по поводу прогрессирования в лимфатических узлах внутригрудных. Пациентки были выполнены в лимфатических узлах, при этом пациентки все-таки выполнили палеотивную мастектомию. Статус фактически был, по большому счету, не поменялся иммуногистохимический. И больной было проведено 3 цикла монохимиотерапии фарморубицином, пометуя о том, что для хердопозитивного рака молочной железы антрациклиновые антибиотики достаточно эффективны. Но вот, тем не менее, все равно прогрессирование в маркерном очаге. И возникает вопрос для аудитории. Пациентка получила первую линию, получила вторую линию таргетной терапии. Что бы в данной ситуации мы бы с вами ей порекомендовали, учитывая современный подход в лечении данной категории больных? Тростозумаб с химиотерапией, химиотерапия без таргетной терапии, лопотениб с капецитабином, лопотениб с тростозумабом, тростозумабом М-танзин. Голосуйте, пожалуйста. Тем не менее, результаты все равно, даже если больше половины проголосовала за тростозумабом М-танзин, я оказалась тоже в большей половине, пациентке посчастливилось. У нас была возможность в качестве кроссовера, когда пациентка получала лечение вне онкологии на отделении Владимира Федоровича Семиглазова, пациентке было переведено в группу ТДМ. И по поводу чего было проведено 63 цикла монохимиотерапии тростозумабом М-танзин. Вот этот уникальный препарат, который является иммуноконьюгатом, когда таргетный препарат с помощью мостика присоединен с высокоэффективной химиотерапией, и происходит адресная доставка. И тем не менее, этот препарат переносился пациентке очень хорошо, она сравнивала его с живой водой. Несмотря на возможные побочные эффекты, минимальные, тем не менее, пациентка переносила очень хорошо. 63 цикла зарегистрирована стабилизация процесса. Никакой активности, ни метастаза в головном мотке, столь характерно для хердопозитивного процесса, нигде. Мы пометуем всегда, что действительно хердопозитивный рак молочной железы это из всех локализаций, из всех иммуногистохимических портретов опухоли, это именно та локализация, когда блокируя мишень хердва, мы достигаем максимального эффекта. И вот здесь, благодаря инновационному из всех препаратов, которые мы имеем на данный момент, мы позволили себе контролировать заболевание более 6 лет с очень удовлетворительным, хорошим самочувствием на протяжении 3,5 лет. То есть это та самая ситуация, когда наши пациенты, качество жизни и продолжительность жизни пациентов в наших руках. И вот эта пациентка, несмотря на то, что она получала высокоэффективное лечение в четвертой линии, ей посчастливилось попасть в те 52%, которые пережили, и у них появилась возможность лечить. Но ведь есть те 48%, которым не назначалось по тем или иным причинам эффективное лечение, и они, к сожалению, не дожили. Поэтому, назначая эффективное лечение, мы помянуем, особенно для хердопозитивного рака молочной железы. Назначая это лечение, мы задаем такой вот толчок к эффективности. Мы преодолеваем возможную резистентность. Поэтому именно для хердопозитивного рака молочной железы наиболее эффективное лечение надо назначать вначале. Благодарю за внимание. Мы начинаем видеть, что ряд из них оказывает свое чудотворное действие даже при таких ситуациях, когда мы боимся, что вообще можем не успеть.